Добрый вечер, эрыфтов! Сегодня мы прочитаем и разберем Таилим отрывок 137. Таилим это дословно прославление и по-русски также можно перевести это слово как псалмы. Мы сегодня разберем не весь отрывок 137, а немного больше половины. И вот в этой части Таилим сосредоточены слова, которые как цитаты используются в древних источниках. Их можно встретить и в молитвах, и в церемонии бракосочетания. И мы можем услышать песни, где приводятся эти строки. То есть это одни из наиболее знаменитых строк, которые встречаются в Таилим. 137 отрывок на иврите это Куф Ламет Зайн. Куф числовое значение буквы Куф 100, числовое значение буквы Ламет 30 и числовое значение буквы Зайн 7. У нас получилось 137. Таилим Куф Ламет Зайн. Этот материал предназначен для изучающих иврит Танаха, то есть древний иврит. И я напоминаю вам, что древний иврит иногда принципиально отличается от современного иврита. То есть мы не можем брать какие-то словосочетания из древнего иврита и просто так их переносить в современный язык. Нас могут не понять или понять неправильно. То есть если мы хотим процитировать что-то, мы должны это делать аккуратно, корректно. Я также рекомендую ознакомиться с материалами номер 550 и 624, где мы с вами разбирали другие отрывки из Таили. Я буду зачитывать строку и потом мы будем разбирать каждое слово. И мы обращаем внимание, что слово «нагар» это слово мужского рода, но во множественном числе окончание «от», «нагарот», «бавель». Несмотря на то, что это слово мужского рода, у него не характерное для слов мужского рода окончание «от». Это исключение. На реках Вавилонских, на реках Вавилона, «шам Яшавну», «там мы сидели». И такой перевод правильный «там мы сидели». То есть можно представить себе берег реки, и мы сидим на берегу. Но слово «йошев» в древнем языке также означает «длительно пребываю», «длительно нахожусь», «живу». Например, если я скажу «они Йошев Бетелем», мы можем понять дословно «я сижу в Телеме», но по смыслу это будет «я живу в Телеме». Так, в плане древнего языка. Йошев – это «живу», «живет». Поэтому «шам Яшавну» мы можем перевести как «мы там проживали», «мы там длительно находились», «мы там были». И вы сами можете выбрать вариант перевода, который вам кажется более логичным. «Гамбахину» также «мы плакали». «Безохрейну» – здесь корень «зайн кафрэш», тот же корень, что в словах «память», «вспоминает», «зохер», «помнит». И «безохрейну» – это своеобразный депричастный оборот. «Безохрейну» – это как «мы вспоминая», «мы помня», если так можно по-русски сказать. Я приведу другой пример. «Хэм мабиим пидгам беомрам». Они приводят какое-то выражение или пословицу. Они приводят пословицу. «Беомрам» мы переведем как депричастный оборот. «Говоря», высказывая какие-то слова. «Беомрам». А здесь «безохрейну». Если бы речь шла о третьем лице «оних» – множественное число, то было бы сказано «безохрам». Мы назовем это депричастным оборотом, характерным для древнего языка. В языке высокого стиля тоже встречается, но очень редко. В классическом иврите можно такие обороты встретить. Итак, «вспоминая» у нас получилось или «помня» – «эт цион». Кого что? Винительный падеж. «Вспоминая» – «сион». Вторая строка. «Аль-Аравим Бетохах Талину Кинорутыну». Кинорутыну, правильно. «На ивах» внутри нее, в ее как бы внутренней части. О чем идет речь здесь? В внутренней части чего? Внутри нее, как бы получается. Слово «бавель». «Бавель» – это название страны. И получается внутри вот этого «вавилона», внутри «бавеля». «Талину Кинорутыну». «Мы повесили наши…» Давайте переведем все-таки как «киноры». В современном языке «кинор» – это скрипка, но это некий струнный инструмент древний, который вряд ли похож на современную скрипку, поэтому будем называть его «киноры». «Кинор» – один. «Кинорот» – здесь тоже исключение. Несмотря на то, что слово во множественном числе «от» у него окончание, это слово мужского рода, в единственном числе «кинор» без окончания. «Киноротейну» – это наши «киноры». Я хочу обратить ваше внимание еще на слово «аравим». В иврите слово «арава» – это «ива». И во множественном числе «аровот». И принято тоже при разборе вот этого отрывка переводить слово «аравим» как «ивы». И тогда вопрос, почему же все-таки разница есть в современном языке «арава» – «аровот», а здесь у нас почему-то «аравим». Мое объяснение, что речь идет о плакучих ивах. О ивах, не пустынных, которые встречаются в Эр-Цесраэль, а о плакучих ивах, которые растут на берегах рек, возле водоемов. То есть «аравим» – это плакучие ивы. Читаем третью строку. «Потому что там» или «что там» – слово «ки» в языке высокого стиля и в древнем языке может означать «что». По смыслу мы переводим, в данном случае возможно «потому что». «Потому что там» – «шеэлюну» – «шеэлю» – это «спросили». «Шалю» – «спросили». А здесь мы прибавили к слову «спросили» еще окончание «ну» или суффикс, не важно, как это назвать, важно понять, который относится к первому лицу множественного числа. То есть «шеэлюну» – «спросили нас». «Они спросили нас», потому что там «они спрашивали нас», «шовэйну» – «шовэйну» от слова «шовэ», «шовэ» – «пленитель». «Шовэйну» – «наши пленители». «Потому что там спрашивали нас пленители наши» «диврей шир». «Давар» – это слово. «Диврей шир» – слова «песни». «Потому что выпрашивали у нас слова, песни наши пленители». «Ве толалейну» – «симха». Слово «толалейну» – сложное, потому что в современном языке оно не встречается. Каким образом я понимаю, о чем идет речь? Я связываю слово «толель» со словом «шолель», потому что буквы «шин» и буквы «тав», они очень часто, например, в иврите и в арамейском языке, они меняют друг друга. Это очень похожие корни. И я предполагаю, что общее значение вот этих слов, «толель» и «шолель» – это какое-то отбирание. Например, в современном иврите «шолель» – это отбирает, лишает чего-то. И здесь тоже, как бы, те, кто лишили нас. И они лишили нас радости. «Ве толалейну» – «симха». И забрали у нас радость. Лишили нас радости. «Ширу лану» – «мишир цион». «Ширу» – это классический вариант повелительного наклонения. «Ширу пойте». В современном языке можно сказать «та ширу». Или «ширу» – слово тоже встречается в языке высокого стиля особенно. «Ширу пойте». «Пойте нам» или «спойте нам» из песни Сиона. Следующая строка. «Эйх нашир» – «эт шир хашем» – «аль адмат нехер». «Эйх нашир» – «как мы будем петь», «как споем». «Эт шир хашем». Здесь у нас четыре буквы, которые передают по смыслу понятие «всевышний». И я говорю «ашем» вместо этого. Это имя. «Как мы будем петь песню Всевышнего?» «Аль адмат нехер». «На земле» – «нехер» – это что-то чужое. «На чужбине» – «адмат нехер». «Адама» и в словосочетании, если это первое слово в смехуте, то вместо «адама» мы будем произносить «адмат» – буква «гей» перешла в «тав». «Адмат нехер». Давайте подумаем, какие еще слова мы знаем с этим корнем. «Нун, каф, рейш». Мы, например, знаем слово «макир» или «лякир». То есть, только там буква «нун» – первая буква корня у нас выпала. То есть, смысл этого корня – опознание свой, чужой. Узнаешь или не узнаешь. Свой или чужой. «Нехер» – это что-то чужое. «Адмат нехер» – чужбина. Идем дальше. «Им эшкахех Ярушалаем тишках емени». «Если я забуду тебя». Здесь «эшках» – это «я забуду». И еще мы прибавляем окончание или суффикс. Неважно, как это назвать. Окончание принадлежности я говорю. «Эх» – это означает «тебя при обращении к женщине». Напоминаю, что слово «Иерусалим» – название города, как название всех городов в еврите, неважно, как они произносятся, это слова женского рода. То есть, «Иерушалаем» – это слово женского рода. «Иерушалаем» – «Яфа». «Иерушалаем» – «Гдола». Она большая, красивая. И у нас получилось. «Если я забуду тебя, Иерусалим, тишках, емени». Слово «ямин» – это в том числе – это правое что-то. «Емени» – это «Моя правая» получается. И мы понимаем это как правая рука. «Тишках, емени» – она забудет «Моя правая рука». Что имеется в виду? «Забудет» – это как будто бы… Ну, вот есть такое понятие, когда рука… Мы перестаем вдруг чувствовать руку, как будто бы она… Я не знаю, можно ли так сказать по-русски, как «уснула». То есть, перестала функционировать. И давайте переведем это как «анимеет». Такое ощущение, что просто вот как будто бы рука забылась. И вот это имеется в виду. «Если я забуду тебя, Иерусалим, анимеет моя правая рука». «Тидбак» – «Лешуни» – «Лехики» «Тидбак» – мы здесь чувствуем тот же корень, что в слове «девик». И «тидбак» – это глагол «пааль». В современном языке мы бы сказали «Тидавек» – «приклеится». А здесь «тидбак». То есть, в современном языке использовался бы глагол «нифаль». В древнем языке используется глагол «пааль», который в настоящем времени звучит в древнем языке «давек». Это глагол «состояние». «Тидбак» – «приклеится». «Она приклеится». Почему «она»? Потому что слово «лашон» в еврейте – женского рода. «Лешони» – это «мой язык». «Приклеится мой язык». Язык женского рода в еврейте, поэтому «тидбак». «Приклеится мой язык». «Лехики». «Хики» – от слова «хэх». «Хэх» – «Хэх» – это «лона» или «нёба». И если мы прибавляем «ют», то есть, это окончание принадлежности или суффикс, неважно, как мы это назовем, понимаем, о чем идет речь, то это «ахэх» – «шили» или «хики». «Лехики» – «к моему нёбу». И мы обращаем внимание, что из «хэх» у нас получилось «хики» – «моё нёба». Давайте сравним со словом «лев». «Лев» – это «сердце». А «моё сердце» в древнем языке – это «либи». «Либи» в современном языке, скорее всего, будет сказано «галевшили». В древнем языке было бы сказано одним словом «либи». В языке высокого стиля это тоже встречается. Итак, у нас получилось «прилипнет мой язык к нёбу». «Им ло эскерехи» «если не эскерехи» это «я не вспомню тебя» или «я не буду помнить тебя». Мы обращаем внимание, что мы бы в современном языке сказали «им ло эскор отах». В древнем языке к слову «эскор» мы, по идее, должны прибавить окончание «эх». как бы «эскерех» как бы «эскерех» должно получиться по аналогии с «эшкахех» у нас было. «Я забуду». А здесь у нас почему-то еще в конце прибавилась буква «юд». Объяснение. Возможно, это влияние арамейского языка используется арамейская форма обращения к женщине, либо другой вариант так называемая паузальная форма. То есть, в конце предложения или перед условной запятой, потому что знаки препинания в древних текстах не ставили, слова произносятся особо. И поэтому вместо «эскерех» здесь сказано для более поэтического, может быть, более интересного, лучшего звучания сказано «эскерехи», чтобы лучше звучало. «Им ло але эт ерушалаим аль рож симхати». Если не подниму, я подниму, если я не подниму или возвышу, обращаем внимание, если бы мы произносили это же слово «эле» это «я поднимусь сам». «Але» «я подниму». То есть, в данном случае у нас глагол «эфиль» в будущем времени, но это редкая форма глагола «эфиля», слова, у которых последняя буква корня «гэй». Поэтому здесь «аале». «Им ло аале эт ерушалаим» «если я не вознесу, не подниму Иерусалим». «Аль рож симхати». «Рож» это глава, «симха» это радость, «симхати» это моя радость. И обращаем внимание, по логике можно было бы сказать «ле рож симхати». Направление здесь «во главу моей радости». Здесь сказано «аль». Предположение почему? Потому что я поднимаю Иерусалим выше моей радости. То есть, для меня Иерусалим даже в самые радостные моменты это важней, чем моя личная радость. И это эти строки «гэй» и «вав» произносятся женихом во время церемонии, свадебной церемонии, то, что называется хупа. И слово «Ярушалаем» обращаем внимание, здесь без буквы «Ют». И даже здесь с огласовками передан текст, но вот огласовка «И» каким-то непонятным образом здесь указана, она все-таки есть, но трудно понять, как это прочитать. Я надеюсь, что это было интересно и познавательно. Спасибо за внимание, с вами был Марк Харах, Лейт Раут, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова